Меня зовут Алексей Нарышкин, и в ближайший час вы услышите, кроме меня, еще Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, и я вас приветствую. Добрый вечер. Выражаясь модным языком, вы тут на днях хайпанули, понимаете, что это значит? Знаете такой сленг? Хрипануть, что там есть? Хайпануть. А, хайпануть. Хайп, хайп. Хайп, ну и что-то. Вот это ваша знаменитая уже фотография, на которой много фото-жап, где вы на матрасе, полуобнаженной, в бассейне плаваете, в окружении молодых людей, что это было? Объясните, пожалуйста. Ну, мы в пятницу пригласили журналистов, мы показали, как надо отмечать День физкультурника. И по шести видам спорта провели соревнования. Футбол, волейбол, бильярд, настольный теннис, притягивание каната и плавание. Плавание было последнее. А вы в каких дисциплинах участвовали? Я во всех участвовал. Во всех? Да. Ну, понемножку. Призы были? Мы награды дали ребятам, типа там медали такие наши, местные, ведомственные. И у нас чем отличалось? Все без правил. Футбол без правил, волейбол. Для чего? Чтобы все могли участвовать. Командом у нас было 30 человек, вот 15 на 15. И волейбол, и футбол. Все довольны. Довольны. Потому что они с ними играли. Если же судья, там, счет, аут, это все, подача, там, потеря подачи, это уже не очень приятно. Поэтому вот это наша наработка. И мы всегда делаем эти соревнования без правил. Давайте вопрос сразу в лоб. Вы можете обижаться, можете не обижаться. Вот это вот фотография, да? Пишет журналист Антон Красовский. Знаете такого? Антон Красовский. Да-да-да, что-то где-то он... На НТВ раньше работал, да. Сейчас он так иногда в свободном боли, иногда где-то на некоторых каналах. Вот он пишет несколько дней назад. Сколько лет уже Владимир Вольфович не решается до конца сделать свой каминг-аут и выкладывает репортаж дождя как раз вот с этого мероприятия. И там вот проиллюстрировано этой вашей фотографией. Вопрос, вот чтобы слухи наконец-то все развеять. Вы гей? Нет. Точно. Все, хорошо. А какая связь? Ну, потому что, слушайте, правда. Ну, ребята же, Владимир Вольфович, дорогой, ну, не первый год вот эта тема муссируется. Вы все время в окружении молодых людей. Даже сейчас вы пришли на эхо ни одной девушки. Ну, помощники. А почему ни одной девушки-то нет? Ну, я не видел, чтобы камерой сидел бы, была бы девушка. Камеру носить, штатив там вечером, утром, где-то на вокзал мы идем. То есть это специфика работы. У нас там сидит приемная девочка, там где тихая работа. И мы не выбираем специально мальчик-девочка. Но работа такая, что иногда какие-то есть физические нагрузки. Что-то там нести, что-то сделать, открыть, закрыть. Это все вещь. Ну, вот я в новом здании, да, нужно посмотреть, где ступеньки. Ну, что ж, девушка мне будет показывать и поддерживать. Девушки разные бывают. Все равно неудобно, чтобы она. И она и не сумеет. Ну, ведь, посмотрите, в Лужниках в этот же день, время следующих, в субботу, там молодежь была в основном. Ну, спорт-то для молодых. Что мне, с 50-летних собрать туда и бабушек, да? Вот хорошо, вот хорошо. Но они не будут плавать, не будут в футбол играть, волейбол. Зато это ваши, слушайте. Это задание молодежной организации. Бабушки и дедушки, это ваш электорат? Обязательно. Это костяк? Когда-то социологи считали, что костяк электората ЛДПР мужчины 35-55. Вот те, кто работают. Неплохо. Как приблизительно у Трампа. Вот работающая Америка, такого, не богатые и не бомжи. Поговорим еще про Трампа, да, тоже. Вот они были. Сейчас у нас абсолютно самые разные. Сейчас даже прибавилось женщин. Вот тот возраст, байзаковские и старшие, они раньше за Ельцина были. Теперь они за власть не хотят. И тоже, в общем, везде. Все группы, так сказать, от детского сада до, так сказать, самого предстоялоого возраста. Все есть. Нет никаких, так сказать, этих вот дискриминаций. И очень много девушек у нас. И в партии. Есть девушки. Полно. Хорошо, зафиксировали. Полно. Скажите мне, пожалуйста, почему в последнее время уделяется разными партиями, разными политическими силами столько внимания молодежи? Даже если, смотрите, если вспомнить выступления оппозиционные весной, в июне, вспомнить Владимира Путина, который тоже, по-моему, за лет уже несколько раз пообщался с молодежью, в лагере ездил детский. Значит, напугались события на Манеже, по-моему, 10-й год. Вышла молодежь, когда там убили одного из фанатов футбольных. Потом напугал декабрь 11-го после выборов, Болотная, в основном молодежь. И больше всего напугала Майдан, Украина. Где такой вот боевой силой было именно футбольные фанаты. 20 лет им в основном они там эту революцию делали. Ну и потом идет как бы омоложение. Новое поколение вступает в жизнь. И оно внезапно вступает, резко вступает. И оно очень грамотное. Раньше можно было не торопиться и не очень много внимания уделять молодежи. А сейчас они лучше знают, чем среднее и старшее поколение. Они все это знают. У них в кармане смартфоны, мобильники, все знают, все делают. И потом цветные революции. В основном молодежь. Ну, это всегда будет молодежь, потому что она легка на подъем. Как правило, они семьи не имеют. Владимир Вольфович, сейчас внимание, в том числе Путинам, Кремлем, уделяется больше молодежи, потому что власть боится оранжевых революций. Ну, власть боится любых каких-то уличных мероприятий. Потому что кто куда кого поведет, это же всегда вызывает. Это же, может быть, эффект домино. Поэтому кто власть, вот я, наверное, ничего не боюсь, потому что я не у власти. Правда? Да. А когда я был бы у власти сейчас, я бы следил, что там шумят, там что-то говорят, там где-то выступления. А кадры вы не боитесь? Никого я не боюсь. А вы, я помню, какие-то такие резкие заявления себе позволяли в свое время, где-то там выступая на ток-шоу. Да, да. Что-то про Чечню, то ли забором каким-то отгородить. Нет, это не с этим связано. Это был теракт в Волгограде подряд, там три троллейбусы, вокзалы. Террористы пришли из Кавказа, из Дагестана. Эта тема обсуждалась. Сейчас вот у нас террористы в основном приходят в Средней Азии, видите, поменялось. Но в Средней Азии никто не обижается, когда мы называем что-то там, три таджика, два узбека, три киргиза. Никаких проблем нет. А Кавказ более так как-то немножко болезненно воспринимает именно название их территории. И раз связано с преступлением, то они это воспринимают, что это как бы вот обвинение всей республики. У нас бандитский Петербург, сериал идет, никто не обижается и жителей Петербурга. Прекрасно понимают, что какие-то криминальные структуры когда-то активно действовали на территории города. А там малые народы и в горах живут, и для них каждое слово имеет большее значение. Вот смотрите, вот сейчас в Ингушетии свадьбы. Ну вот им хочется не просто на машинах со стрельбой, а еще и стать сразу за машиной, где сидит невеста. И он ее силой отгоняет в машину. Когда так ты не мешаешь, вот тебе типа джипы. Первый раз о таком слышу. Ну сегодня сейчас посмотрите по телевизору. И сейчас глава республики принял решение сопровождать все свадьбы и БДД, чтобы этого не было. Потому что там же могут покалечить людей, потому что на машине едет и машина бьет по той машине, которая перед ним. Больше занятий, видимо, нет у госавтоинспекции в Ингушетии. Ну хорошо. Иначе будут жертвы, еще будет хуже. Поэтому молодежь, везде молодежь. Они входят в жизнь, им интересно. Сегодня очень много то, что их привлекает. Мы росли. Что ЛДПР предлагает молодежи? Больше всех в мире. У нас молодежный центр. Кроме празднования Дня физкультурника. Это я уже понял. Вот смотрите, пожалуйста, у них есть возможность сидеть в интернете, помещение, круглые столы еженедельно. Вы все организуете? Они сами. Нет, а вы-то что предлагаете молодежи? Мы это все им дали. А, вы это дали? Мы им дали. Мы им дали мандаты депутатов. А. И уже семь созывов. Самая молодая фракция в Госдуме. Средний возраст 37. Сейчас на выборы... Ваш Власов был некоторое время назад. Вот, 22 года. А когда были выборы, ему еще было 21. Вот, пожалуйста, москвич, школьник был. Теперь он в студии закончил ЛУС там. Вот сейчас у нас выборы по всей стране. Да. 36 лет, средний возраст. Самые молодые кандидаты. На все. Вот губернаторы от нас самые молодые. То есть, мы не отталкиваем старшее поколение, но они знают, что мы им дадим дорогу. Мы не остановим их. Слушайте, вот выборы, понятное дело, осенью, единый день голосования, но, правда, я когда по Москве перемещаюсь, рябит в глазах. ЛДПР на вокзале, ЛДПР на такси. Ну. Два вопроса. Да. Зачем столько рекламы и откуда столько денег? Деньги из бюджета. Например, другие партии на другие виды расходов. Может быть, на зарплату, там еще какие-то виды, там же это же. Ну, в принципе, в среднем по миллиарду у каждой партии на целый год. Ну, единое и больше там. Ну, я говорю, справедливо мало. Ну, я говорю, в среднем миллиард. Вот 100 миллионов в месяц. Так почему мы не потратили на пропаганду? 100 миллионов в месяц, это что такое? Вот это деньги, которые можем тратить. Они из бюджета, нам. Вы сказали, откуда деньги? Из бюджета. А вам как зарплату дают порцию? Нет. Или сразу? Нам дают в январе на весь год. Вот миллиард. То есть, можно, в принципе, в январе все спустить? Все спустить. Вот я собираюсь, чтобы квартиру купить. Если я найду, я куплю, чтобы квартиру. А где будет? Где и зачем? Вот мы ищем, чтобы ближе к центру. Ближе бы к эхо Москвы. Чтобы из вашей студии не вылезать. Это правильно. Вот. То есть, эти деньги есть. Второе. Люди сами могут тратить. У них есть зарплата. Они накопили где-то, подобрали там, что-то сделать. Но основная, конечно, затрата, это вот пропаганда. Очень дорого. Вот билборды стоят по всей стране. Самое дорогое. Когда я слышал, что кто-то там партию создал, я бы хотел спросить. Ребята, у вас деньги есть? Вот в день на содержание партии нужно 3 миллиона рублей. Когда к вам приходят те, кто говорят, что у них партия, спросите. А вот вы 3 миллиона в день тратите на содержание партии? Нет. О чем вы говорите? А 3 миллиона, вот просто интересно про структуру расходов. 3 миллиона рублей, это что вы на эти деньги делаете с саратиками? Аппарат. Аппарат. Аренда помещений. Вот 700 квартир, штаб-платир по стране. 3 миллиона рублей, это по всей России? Каждый день по всей России. Все расходы по всей России. Значит, газета, журнал, оплата вот наших всех агрессионных материалов, а поезда. Один поезд стоит 60 миллионов. Один поезд. За месяц. Вот он идет 2 недели по стране. И вот это вот 2 недели поезд. Вот 60 миллионов назад дать. А сейчас пойдет у нас автопоезд. Еще автопоезд. Да. О, Господи. Это вот все деньги уходят на пропаганду. И мы еще собираем. Слушайте, Владимир Вольфович, я слушателям напомню, Владимир Жириновский в эфире «Ха-Москве», а чего ради вот это все, а гид поезда и так далее. Сколько в Думе у вас мандатов? 40. Но у «Единой России» конституционное большинство. На 300 больше. Вот они что хотят, то и делать? Это плохо. А зачем? Ну, нет конкуренции. Зачем вообще сидеть там? Так отсутствие конкуренции – это их вина. Мы боремся, чтобы нас было больше. Так это ваша вина? Значит, надо не агит поезда пускать. И не автопоезда. Благодаря той системе пропаганды, которую мы сделали, ЛДПР, мы получили результаты лучше всех. А это вам еще удалось ухватить эти? А если бы не было агит поезда, то совсем. Я говорю, если бы мы не делали то, что я делал, мы были бы как «Справедливая Россия». 20 мандатов и 23. Все. То есть, это все надо. Смотрите, 22 августа мы проводим мероприятие. И мы пошли. Новый вариант – флешмоб. Дискотека. Это не просто митинг. Люди устали от митинга. Ребята хотят потанцевать. Ради бога. Вот флешмоб будет. И Лермонтовский сквер. Впервые это будем проводить. 12 часов во вторник, 22-го. И оттуда пойдет автопоезд. По ряду городов нашей страны. А потом агит поезд пойдет. Железнодорожный поезд. Это фуры, а это железнодорожный. Просто на своих машинах. И вся наглядная агитация. И по всей стране вот так вот мы все это делаем. И опять молодежь только может это делать. У людей семья, дети, там болезни. Они это не пойдут. Чего они будут прыгать? Выгодите девочки. Молодежь бездельники, вы этим пользуетесь? Почему бездельники? У них много свободного времени. Это хорошо. Пока они учатся. Или даже если они работают, они выделяют время. У них нет семьи. Как правило, они еще не семейные. Вот 22-го приходите, увидите, как много будет девушек. Девушки будут. Тем более дискотека, я люблю потанцевать. Дискотека. Поэтому танки... Владимир Вольфович, сами будете на дискотеке? Обязательно. Хорошо. Вот мы устраивали бал, единственный в стране. За всю историю нашей страны. Бал, настоящий. Там большинство было женщины, девушки. Пожалуйста. Но, вот возьмите агитпоезд. На ходу нужно прыгать с поезда. Как мы девушку заставим? Зачем? Он медленно останавливается. Надо быстрее уже сойти, начать там раздавать литературу, организовывать что-то. И, наоборот, заканчивается митинг, поезд медленно трогается, прыгать на ходу. Ну, как мы девочку заставим? У вас рискованно. Конечно. Или тяжелые тюки с литературой. Как она это будет брать в руки, тащить? То есть, сама работа, специфика такая, что... Только парни. К сожалению. К сожалению. Потому что, ну, там, где можно, девочки участвуют во всем. Они везде представлены. Потом, Алексей, а что такое вот у вас, как бы, дискриминация вот мужчин? Где? Почему? Нет, это у вас дискриминация женщин. У вас же их мало. У нас одна их, наоборот, паритет. У нас паритет. Паритет у вас. Но они вас забивают. Это правда. Ваши девушки вас забивают. Но нас поровну всех. Мне поэтому и жалко вас иногда. Всех, что они вас забивают. Вы рады, что я пришел сегодня? Ну, с учетом того, что я сам Венедиктову предложил вас позвать все в это время, конечно. Мы должны унижаться перед вами. Вы захотели? В смысле? Я пришел. А почему вы не делаете, чтобы регулярно было? Хочу каждую неделю. Нет. Вот захотел, Алексей Нарышкин, согласитесь. Да и то, потому что лето. Никого нет больше. Я для вас на безрыбье и рак рыба. Все же в отпусках. Все гуляют. Только я работаю. Только Навальный, Ходорковский, Удальцов, Ковы. Да, да. Вот четверка. Да, четверка. Могучая четверка. И опять Алеша, видите? Везде Алеша. Куда они? Потом, смотрите, еще борьба с молодежью. ВУЗ. Мы создали ВУЗ. Кто мешает другому? В мировых цивилизаций. 20 лет. И мы понимаем, что у ребят многих нет денег. Так мы им бесплатно учим. И общежитие им дорого, бесплатно. Кто мешает, это сделает всем другим. У вас какие-нибудь кабальные условия, потом они должны отрабатывать. Ничего нет абсолютно. Абсолютно ничего нет. Слушайте, это хорошо. Владимир Вольфович. И вот сейчас кто еще не поступил, пусть едут. У нас еще, мы продолжаем набор. Пусть едут, пожалуйста. Метро Красные Ворота, 1-й Басманный, дом 3. Это вообще есть, если у вас до сих пор набор? А коммерческие на коммерческой основе. А, на коммерческой. Но мы с них деньги не берем. А так как же на коммерческой основе? Ну, потому что ВУЗ не государственный. Он автоматически. Но они ничего не платят. Они не платят, мы платим. Ой, интересно. Интересно. Мы платим. В этом весь смысл, что единственный коммерческий ВУЗ, который не берет деньги ни за обучение, ни за общежитие. Вот, пожалуйста. Ну, здорово, здорово. И ребятам, которые где-то на периферии сейчас, их не приняли по их ЕГЭ. Мы их примем. Не играет роли, сколько там баллов? 100, 8, 60, 40. Слушайте, извините, получается, к вам со всей России отбросы съедутся? Почему отбросы? Ну, потому что их нигде не приняли, и вот они пойдут к вам, потому что у вас халявное жилье и халявное обучение. Нет, Алексей. И еще кормить их будете, наверное. Столовая одна из лучших в Москве. Был бы я помоложе, я бы тоже, наверное, к вам пошел. Столовая одна из лучших в Москве. Не сомневаюсь. И по качеству. И самое дешевое, здесь не отбросы. Просто очень много людей богатых, они заняли все места. Это ребята бедные. Они из лухих дальних поселков, из провинции. Они даже не знают, куда ехать. Сейчас он сидит, плачет. Слушайте, ЕГЭ, ЕГЭ же, по-моему, это как раз система для того, чтобы из провинции могли поступить. Так если ВУЗ принял его, он направляет документы, ВУЗ должен принять. А почему вы говорите, богатые? А ВУЗ говорит, мы уже все, заняли все места. У нас нет больше. Набор закончен. Коррупция, видимо. Богатые дают какие-то деньги. Нет, но они могут заплатить. А у этого парня нет. А на бюджетные места ограничены. Их половина, и даже меньше половины. А мы говорим, нет, иди к нам. У нас коммерческий ВУЗ, но бесплатно все. Это редкий случай. Поэтому даем карьеру молодым, учиться молодым, все мероприятия молодым. спорт, дискотека, не знаю, все, что хотите. Это я понял уже. А автобусы какие? Они по всей стране. И агит-поезд, я понял. Про выборы осенние. Вот Евгений Ройзман в Свердловской области споткнулся о муниципальный фильтр. Его надо отменять? Будете в Думе это обсуждать? Мы это постоянно требуем. Но я объясню, почему это не происходит. Виновата справедливая Россия. Они могли выдвинуть... Маленьких обижать не стыдно вам? Нет, нет, я объясняю почему. Сперва предполагалось, что парламентские партии будут выдвигать кандидатов в губернаторы, как и президента. Выдвигают, и все, регистрация. Но у справедливой России было полно таких Гудков, Дмитриева, Гудков-младший, старший, Пономарев. И они могли пойти без сбора подписей. Вот из-за них ввели фильтр для всех. А если бы не было вот такого положения в справедливой России, тогда бы хотя бы парламентские партии были бы освобождены. А что же вы тогда за время вот этого седьмого созыва в Госдуме, целый год у вас был, не отменили этот фильтр? Пробуем, пробуем. Гудкова там нет уже? Да, да, пробуем. Мы втроем обратились. Зюганов, Миронов и я. Президент. У нас были встречи периодически. Сегодня он был у Васильев. Так и у нас было. Мы обращаемся. Но я чувствую, почему они не хотят. Чтобы не появился вот такой, как Ройзман, Навальный, Гудков. Кто, подождите, кто они не хотят? Ну, власть не хочет. Ну, по-моему, вот даже Памфилова сказал, что надо муниципальный фильтр смягчать. Будут. Будут смягчать. Было какое-то заявление от Кириенко, что тоже муниципальный фильтр. Будут смягчать. Я просто объясняю, тогда, когда ввели, вообще зря. То есть, подождите, они убедились, что Ройзман никуда не проходит, и теперь заговорили, что надо муниципальный фильтр отменять. Так что? Нет, как раз вот Ройзман это и завалили. Ну, да. Вот они поняли, что Ройзман никуда не идет, и теперь уже начинаются разговоры. Нет, я вижу на будущий год. А если пойдет Гудков-младший, а если Дмитриева пойдет от партии Роста, она вообще может идти, не собирая подпись в партии Роста. Объясните, объясните, это предложение. А муниципальный фильтр на всех распространяется, и на нас, и на нее. Да, понятно. А каким образом надо смягчать закон или отменять закон? Ваше предложение. Предложение ЛДПР. Самое радикальное. Убрать выборы губернаторов. Их в Европе нет ни в одной стране. Ни в одной. И что вы предлагаете? Назначение. Серьезно? И на встречах с президентом просить, чтобы назначили представителей этой партии. Вот он нам дал по губернии. ЛДПР Смоленское, Иркутское и Орловское УКП РФ, Забайкальский край был справедливый, могут еще дать по губернии. Я уверен, что парламентские партии могли бы занять, ну, хотя бы 10 губерний, по 3-4 губернии. А как губернаторы тогда отчитываться будут только перед Кремлем? Перед народом что там думают жители конкретного региона? Это никого не волнует. Обязательно. Чтобы их потом оставили, чтобы их не убрали досрочно по недоверию, они должны иметь поддержку народу. Но, Алексей, почему вы так уперто все делаете? Вот это ваша беда демократов. Вы не можете понять, что у нас никогда президентом не будет Навальный, Гудков, Дмитриева. Вы просто продолжайте их рекламировать. Я? Все. Да, ну бросить. Кроме, я не буду, чтобы вы лично. Если бы все, так сказать, садятовались на мне бы, уже была бы другая ситуация в стране. Поднажмемся вместе. Все вместе. Чтобы вы понимаете, что есть реально, кто может пройти. Кого со скрипом, но Кремль, возможно, и пропустил бы. Но всех остальных Кремль же не пропустил бы. Жириновского. Подождите. Если всем навалиться, Жириновский президентом станет? Да, да, да. Ну ладно. Ну, я вас уверяю. Не смешно даже. Ну, я вас уверяю. Что это вполне возможный был бы вариант. Сколько раз вы выдвигались? Пять раз. Сейчас будет шестой. Будет? Да. О, поздравляю вас. Шестой раз. Это будет уже больше всех в Европе. И чего? Но в Америке есть сто шесть раз. Ну, слушайте, Явлинский такой же, Изюганов, тоже дофига раз выдвигается. Ну, у них бы пропустил, у них поменьше. Они в 91-м не шли. Ну, хорошо. Я в 91-м нашел. А толку? Ну, вот вы почетный кандидат. Алексей, ну, это же борьба, вы понимаете? Все мы ничего не будем делать. А что вы сидите здесь? Эхо Москвы. Такие хорошие журналисты. Все время свое здоровье тратите. Говорите, говорите, поднимаете вопросы. Ну, так жизнь устроена. А что, все живут дома в семье счастливые? Ну, надо жить и живут. Дети уже родились. Получится, разведутся. Другие семьи создадут. Поэтому это же не все. У нас в большинстве случаев наша с вами ситуация жизненная, когда не получается ничего. Ничего хорошего. Но мы должны делать. Но я повторяю еще раз. Чтобы избавиться от муниципального фильтра, убрать вообще выборы губернатора. И назначать. Это будет легче. Уже обычно парламентские партии имели бы по две губернии. И бесплатно, и дешево, и без нервотрепки. А с какой стати Владимир Путин будет назначать, например, представителя ЛДПР в конкретный регион? Объясняю, Алексей. Вы же оппозиция. Зачем назначать оппозиционного кандидата? Объясняю. Чтобы завалить. Кого? Вот на работе губернатора. Губернатор же ничего не сделает. Если мы от оппозиционной партии, то мы не добьемся никаких успехов на посту губернатора. И да в этой области за нас и на выборах депутатов будут голосовать хуже. Я бы на их месте так бы сделал. Но вот они уже пошли. Уже четыре губернии-то они отдали оппозиции. Две коммунистам, одну ЛДПР. Вот, пожалуйста. Хватка ослабла. У кого? У Путина. У Путина, у Кремля. Так наоборот, они идут навстречу. Идут. Я ничего не давал нам вообще, никому. Я вас уверяю, в мае следующего года будет коалиционное правительство. Обязательно будут представители парламентских партий. Обязательно. У нас же президентские, я совсем забыл. Президентские в марте. А вас слушайте. И правительство уходит в отставку. Формируется новое. И вы всерьез думаете, что вы кого-то из ЛДПР в правительстве? Да. Я вам фамилию могу назвать. Давайте. Диденко на пост министра юстиции. Я буду предлагать. Ну, он сейчас идет на губернатора Томска. Губернатор, представитель комитета по делам федерации. Вы же не приглашаете никого. У меня пять представителей комитета, вы только Дегтярева позвали. Добавляя Сласова. И Власов, да. Нормально. То есть, допустим, Сысоев на министр природных ресурсов. Он из Сибири. Хорошо все это знает. Значит, Чернышев на министра образования. Не хуже будет. Значит, еще Нилов, он представитель комитета по социальной политике. Ярослав. На министра туда. Да, да. Он ничем не хуже будет, чем Топилен. Вот пять министерств. Конечно, нам не дадут пять, но два дадут. Премьер. Премьер. Что? На премьера? Да. Островский губернатор. А сами что? Я пойду. Но если мне скажут, что лучше рядового депутата... Слушайте, ну, это нервная работа. Про вас Навальный фильм снимет сразу. Пускай снимает. Все накопает. Пускай снимает. Меня никакой Навальный никак ни за что не возьмет. Я никогда не украл ни одной копейки. Не давал взятки и не брал. И никого не обидел. Никогда. Вы никого-нибудь били в детстве? Били. Меня били. Вот. А вы не били. Нет. И я не бил никого. Вот все. У нас много общего. Да. Поэтому, так сказать, я как бы здесь рад сегодня. Поэтому вы здесь, да. Рад, Алексей, что мы сегодня... Да вы меня уже спрашивали. Вы уже забыли. А вы ничего не говорите. Вы стали на техническую сторону переходить. Вы просто забыли. Давайте, Владимир Вольфович, перерыв сейчас мы должны сделать. Послушайте новости рекламы. В эфире от Москвы Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Оставайтесь с нами. В 36. Сейчас. Ну, хорошо, давайте сразу. Водичку, вот прям глоток сделайте и дальше. Хорошо. Микрофон только не трогайте. Ладно. Хорошо, все. Продолжается эфир от Москвы. Меня зовут Алексей Нарышкин. И напротив меня Владимир Жириновский, лидер ЛДПР про 18-й год. Про правительство я понял. Вы уже серьезно готовитесь. Есть кандидаты. Кто для вас, как для кандидата, был бы более интересным соперником от партии власти? Путин или кто-то еще? На выборах президента? Да. Да, конечно. Ну, у нас такая система, что если идет партия власти, то она и побеждает, к сожалению. Это вот проблема. Ну, логично. Вот, поэтому уже был Медведев в этой же партии. Путин был, Медведев был. Сейчас, если бы они, допустим, решили, бы они могут Шойгу запустить, то это, конечно, может показать. Вот у меня Сирия, победа, так сказать, армия стала сильнее. Лавров. Вот их четверо. Мне, конечно, было бы выгоднее Лавров. Почему? Я бы показал на ошибки в нашей внешней политике. По армии, наоборот, успехи. Это три ошибки Лаврова. Украина, Сирия. А Украина с каких пор? У Лаврова ошибка. С февраля 2014. Нет, у него Лавров с момента прихода на постминистра. А ошибки идут с 91-го года. Потому что, например, мы заключили договор о дружбе в 98-й год. Мы ЛДПР не артифицировали. И об этом вы же молчите все. Почему об этом не сказать? В 2010-е уже Лавров, министр иностранных дел. И опять мы не артифицировали соглашение с Виноковичем в Харькове. То есть, по Украине одни ошибки. Что за посол Ченомырдин? Как его? Зурабов. Ну, завалили всю работу. А до этого Дубинин был. Дальше, после Украины. Украина, Ближний Восток. Ближний Восток. Здесь Турция, Иран. Курды. Мы должны были работать с Курдами. Турция, опять же, вроде бы, братские народы с Турцией теперь. Мы стали. Да нет. Ну как? Братские невозможно. Все, нож в спину. Мы же уже забыли про это. Да, да. Но это вот только сейчас стали делать. Это может было раньше делать. Это победа Лаврова? Лавров же дипломат. Нет. Наоборот, это они все затянули. Наоборот. Это они вот сейчас с трудом сделали. Хорошо. Третья ошибка. Третья ошибка, значит, вот по Америке. Хотел вам подсказать. Да, по Америке. То есть, мы ничего не делали, чтобы победил Трамп. А нас каждый день, понимаете, это вот поливают. Вот они дипломатов выгнали в декабре. Слушайте, у вас в Госдуме секретное совещание проводится. То есть, Россия ничего не делала для победы Трампа? Абсолютно. Вообще ничего. Совещаний не было. А вот эти вмешательства? Ничего близко. То, что они там пишут. Да ничего близко. Это в чистом виде они блефуют. А зачем в США проводится расследование по поводу вмешательства России в американские выборы? Они недовольны победой Трампа. То есть, они не могут смеяться с этим? И ни в чем его не могут упрекнуть. Он же свежий президент. Единственная внешняя политика. Не будут же они Монголии его, так сказать, троллить. И даже Кореи. Единственная страна Россия. А что, Россия? Она помогала. А посол наш обязан встречаться с кем-то. Все послы у нас, Макфол и ТЭФ последний, постоянно встречаются с оппозицией. А мы там с оппозицией никогда не встречались. То есть, по Америке нужно было работать. А как этому оппозицию? С кем вы предлагаете встречаться? Где? В Америке. Нет, вот я и говорю. Они-то здесь с оппозицией. Ну, там тоже есть какие-то группы. Ну, какие-то. Группы какие-то есть. Там есть. Внутри даже партии есть какие-то отдельные фракции. Ладно, хорошо. В любом случае, нужно было по-другому как-то построить все эти отношения. И, так сказать, в эти санкции можно было занять более жесткую линию. Запрещать. Тогда еще, в 2014-м, когда первые санкции появились? Самое, что было, понимаете... Ну, при Обаме еще. При Обаме еще. Еще Обама был. И было без власти на Украине. Нужно было всю Украину взять. Всю. О, ну это старая песня от вас. Я вам говорю. Тогда бы эти санкции вообще были бы бесполезны. А что значит всю Украину взять? Не было бы войны гражданской сейчас в Донбассе. Тишина была бы. И не было бы проблемы с прокачкой газа. Может, еще не поздно. Не было бы проблемы с северным потоком. Может, не поздно еще. Не было бы проблемы с Керченским мостом. Ну, какие деньги? Может, не поздно еще всю Украину взять? Ситуация изменилась. Очень сложно сейчас. Почему? Вот тогда можно было делать, потому что... Вы же чем предлагаете брать? Вооруженными силами российскими Украины? Я бы Януковича поселил в Харькове. Сейчас? Тогда. Нет, а сейчас что делать? Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, будет такой вариант. Я не министр национальных дел. Все-таки мы доведем, я думаю, дело до раздела Украины. Вся левобережная, восточная, юго-восточная Украина в Россию. Остальное пусть решают. Могут, они хотят там королевство сделать. Сколько будет в России миллионов людей? 25 миллионов мы получим. Не, за чертой бедности сколько? Если вот мы вот этот регион оттяпаем? Алексей, они... Это примитивное такое осуждение за чертой бедности. Какие есть? Питаются каждый день, одеты, обуты, квартиры есть. Ну, 20 миллионов за чертой бедности у нас. У кого? У нас в России. А вы хотите, сколько еще будет? А вы хотите еще присоединить? Ну и что? А у нас бюджет потянет это? Да, потому что нам дешевле все обойдется. Мы заводы эти восстановим, связи восстановим. Престиж будет. Моральный аспект. И мы же не берем какую-то отставу. А что Путин не решается? А почему Путин не решается тогда? Кто-то из окружения останавливает. Ведь правительство не хочет вообще ничего. Правительство хотело бы, чтобы было все как при нем. В свое время. Когда нет, допустим, ни Крыма, ни Донбасса. А теперь кое-что перекрыто им. И санкции, и поездки, и все остальное. И я в окружении не знаю, кто может на него влиять. Это все дипломаты советского разлива или Есинского. Собственных-то он пока еще мало поставил послов. Мало замены. Даже губернаторов всех еще не заменили. Есинских. Вернусь к своему вопросу. Все-таки, значит, вам Путин в качестве кандидата не симпатичен. Почему? Ну, потому что вы сказали, что вам Лавров был бы ближе. Нет, Путиным уже был я дважды. Ну. Если, допустим, Путин не идет, пожалуйста, пусть будет Шойгу. Пожалуйста, Лавров. Самое легкое мне было бы с Лавровым, потому что это моя специальность. Международные отношения. Потому что по армии у Шойгу больше может быть доводов. Он и МЧС руководил, и армией уже несколько лет. Он сам знает, какое там вооружение, какие у нас дальнейшие успехи. А вот международные отношения. Здесь проколы, провалы. И здесь я даю, как бы, предложение о том, как что можно было бы сделать по-другому. Что надо сделать вперед по-другому. Сейчас мы на Трампа не выходим совсем. Может быть, и выходят, я же не знаю. Кто-то там, может быть, есть. Разведчики могут действовать. Служба внешней разведки. Ваш тезка Нарышкин. Как там? Может, они там? Вовсю развернули. Однофамилец. Агентуру. Да, однофамилец. Поэтому, самое главное ведь в чем? Если идет кандидат от Кремля, победить невозможно. Идеальный вариант. Хорошо. И зачем вы тогда идете? Да потому что это дает шанс гражданам. Мы же все-таки, это же выборы. А вдруг народ все-таки к марту возьмет да развернется в мою сторону. Сами себе противоречите. Почему? Сказали только что, если идет кандидат от партии власти. Что трудно, я не сказал, что невозможно. Трудно победить. По-моему, сказали невозможно. Нет. Ну ладно. Трудно. То есть, идеальный вариант, я вам подсказываю сейчас. Вообще никто не идет. Ну, в нашей аудитории. Значит, вообще никто от Кремля не идет. Тогда Запад будет смотреть. А что же будет в России? А у кого максимальные шансы? Смута начнется. Нет. У кого максимальные шансы? У меня. Кто сказал? А все в ЦИОМ, посмотрите. Посмотрю. В ЦИОМ. У меня 13%. Серьезно? У Зуганова 7%. Да. Вот. Впереди меня там немножко Шойгу и все. Но это одна команда. Путин, Шойгу, Лавров и Медведев. У них там у всех свой рейтинг. Но это одна команда. Исходим из того, что от них никто не идет. И вот тогда были бы свободные выборы. Я бы был бы в дебатах там кто-то от КПРФ, от Справедливой, еще кто-то. И смогу победить и резко изменить внешнюю политику страны. И внутреннюю. И вот тогда началось бы улучшение жизни для всех. То, что Путин 18 лет во власти уже, это как вы оцениваете? Всегда оцениваем плохо любое нахождение длительного, длительное время у власти. Но это специфика России, к сожалению. Цари были в среднем по 20-25 лет. Генеральный секретарь по 20-25 лет. У нас же демократия сейчас. Вот, понимаете, Алексеич, нас обманули в 91-м году. Ведь почему провалился путь? Все решили, что это ретрограды. Опять Советский Союз, опять КПСС. Все же думали, что будет демократия. А как выборы проходили первого президента России? Я участвовал, вы считаете, где были в детском классе? Я в детском саду был. Ну вот. Он же не стал участвовать в дебатах, Ельцин. 10 июня дебаты. Он не приходит. Американские политологи мне говорят. Что-то они посоветовали ему не идти. Иначе на моем фоне он проиграл бы. После этих дебатов он бы не победил бы на выборах президента. Конституцию надо переписывать, чтобы вот эти 6 лет ограничивать. Хотя бы до 4. До 4. Но может быть до 5. Другое ограничение лучше, Алексей. Один срок. Все. Только один срок. 4, 5, 6, 7 лет, но только один. Тогда будет смена власти. Если мы опять напишем не более двух сроков подряд по 4 года, ну 8 лет. А законопроект вы можете внести такой? Ну это, в принципе, это да. Это можно решать. Ну будьте добры. Да. Осенью как пойдете на работу. Говорил не разу, но мы это будем, да, чтобы выборы президента были обозначены только на один срок. Это был бы самый лучший вариант. Вне зависимости от того, кто в Кремле, хочется какой-то такой ротации. Обязательно. Вам тоже. Вот сейчас ушли некоторые ведущие из Первого канала. Это хорошо. Ну давайте менять чаще. Вот вы на радио, вас не видят, и голос не очень такой у вас как бы слишком запоминающийся. В Ютьюбе у нас ролик. Ну такой блеклый, да. Да. То есть, когда вот тоже Малахов, 25 лет сегодня там, ну так же нельзя. Долго. 25 лет, ну что вы, он уже почернел весь на этой работе там. Поэтому, конечно, менять. Особенно президент, премьер-министр. Вон в Италии каждый год, слишком часто, это чехарда. Это плохо, да, это дургулентность. Но каждый созыв, вот новый президент, новое правительство, через 5 лет опять. Вот во Франции, смотрите, Саркази один срок, Алланд один срок, сейчас Маркор. Макрон. Макрон тоже будет один срок. И правительство. Минимум 2 правительства за срок президента. Это хорошо. Почему мы не можем так? А нам так же надо? Конечно. При Ельцине было, по-моему, 6 правительств. Так есть же долгосрочные программы какие-то, которые надо реализовывать в течение не только одного срока, не двух лет, не четырех. Это будет застой. Все застой. Сейчас застой. Под видом, под видом долгосрочных программ, под видом того, что надо бы нам дать возможность там завершить. Мы же не завершили ни одну программу. Коммунизм построили? Нет. Демократию рынок сделали при Ельцине? Нет. И сейчас все цифры, которые мы называли, к 2020 году, там, вот помните, была цифра удвоения. У нас же не получилось удвоение. Удвоение кого? ВВП, внутренний валовый продукт, удвоение не получилось. Рост 7% не получилось. Сейчас рост 2%. Сейчас другие цифры ставят. На 30-й год дают нам где эти указания. Что что-то будет в 30-м году. Владимир Вольфович, я слушателям напомню, Владимир Жириновский в эфире их Москвы. Если бы вам предстояло принимать политическое решение о допуске Алексея Навального на выборы, вы бы как поступили? Я бы всех допустил. Всех, кто хочет. Но, ведь, понимаете, бывают случаи, когда идут хозяин гостиницы. Ну, так тоже нельзя. Но во всех странах мира есть ограничения. В Америке 2 кандидата. Зачем вы сравниваете Навальный, у которого есть, ну, он готовится к выбору. У него штабы, у него сторонники и хозяина гостиницы. Ну, это же... Я согласен. Я говорю, почему власть все-таки идет по пути ограничения? Хотя у нас прямого ограничения нет. Только не говорите, чтобы самозванцы не пришли разные. Я не буду говорить. Просто у нас опасно. Вдруг кто-то придет и, как Емельян Пугачев или Сень Каразин поведет за собой избирателей. У нас же не будет народного какого-то восстания. Но это вполне возможно, что люди назло пойдут голосовать вот за того, кого нагибали слишком долго. Хамени в Париже сидел в ссылке, вернулся и народ проголосовал за него. Он, так сказать, возглавляет Иран как глава исламского этого государства. То же самое Мандела просидел в тюрьме там 18 лет. Вышел и победил. То есть, кого нагибают, третирует власть. Ему легче всего победить, что он обижен. А его нагибают сейчас, Навального? Нет. А потому что в чем нагибают-то? На выборы повели его под ручки, выборы мэра Москвы. Дали ему все подписи. Мы рыскали по Москве за подписями, а ему все дали, все сделали. Везде его кубы стоят. Извините, а вот эти два срока, и Фроше, и Киров Лес, это не нагибает его? Я вас уверяю. Так уже сидит губернатор даже. Сегодня любой бизнес часто бывает связан с криминалом. А в глаз ему плеснули непонятно, что это не нагибает? Плохо. Зеленка там еще. Это плохо. Согласен. А где расследование? Почему виновников не нашли? К сожалению, так. А попросите, пожалуйста. Пожалуйста. Алексей, а чего я должен с вами просить? А кто должен просить? За ваших просить. А кто должен просить? А помните, я просил, вы ко мне уже обращались по этому Дадин, что ли? Да. Вот там сидел, не могли его найти где-то. Ну, вышел. Вышел. Видите, мы сделали. Благодаря вам. Да. Ну, все, спасибо. Да, сделали. Видите, налажен диалог, Владимир Вольфович. Ну, тот же Навальный у вас. Что вам стоит за Навальным попросить найти обидчиков Навального? 14 июля. Для вас это листок бумажки написать. Согласен. Не вы будете писать, а помощники. Сделаем. Помощники. Поэтому помощники нужны. Вот он сейчас Михеев пометит себе. Запишите, пожалуйста, провести расследование и найти виновника. Ускорить расследование по случаю, когда Навального плеснули какой-то жидкостью. Другой разговор. Вот смотрите, Алексей, 14 июля. Особое мнение. Навальный. И говорит, что у нас тут какие есть кандидаты. Да что там? Значит, Жириновский прямо сейчас сидит и говорит, что нужно во всех начать кидать атомные бомбы. Но это людоедство? Людоедство. Должен ли отказываться на основании этого от дебатов с Жириновским? Нет. Зачем это делать? Я никогда не говорил. Говорили? Атомные бомбы кидать. Может, вы не помните? Да нет, ну, сто процентов. Вы часто интервью даете. Я никогда не говорил, чтобы куда-то кидать атомные бомбы. Зачем он это делает? Я же не говорю про него подобные вещи. Я говорю об одном вам правду хочу сказать. Что он никогда не будет президентом России. Почему? И вы зря тратите силы. Потому что он разрушитель. Я не его пиар-агента не представляю. Он разрушитель. Что он разрушил? Государство. Какое? Наше. Как он его разрушил? Разрушитель. Разрушитель. Это вы на чем основываетесь. Как Ельцин. Ельцин был на ура. Ну, Ельцин президентом был. Да. Хорошо, он его разрушил. Да, и разрушил. Навальный, он даже не стал президентом и кандидатом. Так он, Ельцин пошел с разрушения КПСС. С разрушения союзного договора. Борьба с Горбачевым. Здесь тоже он борется с правительством. Навальный разрушит путинскую Россию. Да. Он не будет президентом. Так вы же сами говорите, что путинская Россия, это нехорошо, потому что нет ротации. Так придет Навальный, будет ротация. Ну, это лучше, чем придет Навальный или Касьянов, или какой-нибудь Каспаров, или еще что-то. У нас Украина будет. С Навальным у нас будет Майдан. Мы этого не хотим. Никто. Он будет как Порошенко. Он не как Ельцин будет. Как Порошенко. А это вам Ванга подсказала? Я сам говорю сейчас. Я вам говорю сейчас. Ваш прогноз, он на чем основывается? На том, что сегодня революция достоинства. Это что, достоинство? Расстреливают людей. Больше 10 тысяч. Пытают людей. И так далее. Сегодня диверсантов захватили. В долгий разговор, кто там расстреливает кого. Но это вы, как бы, вам это проще. Вы же в Москве живете всю жизнь. Да, это правда. Вы пожили в Инстанинских республиках. Я 18 лет жил в Казахстане. Два года я жил в Грузии. Год я был в Турции. И объехал все национальные республики. Северный Кавказ, Молдавия, Украина и так далее. Тогда бы лучше знали ситуацию. Может, сломали страну. Пожалуйста, три тезисно. Как Навальный, очень опасно. Владимир Вольфович, с вами время быстро летит. Тезисно, три промаха у Владимира Путина за его последний третий срок президентский. Значит, внутренняя политика. Надо было продолжить укрепнение территорий. Нам уже 40 крупных губерний по 3-4 миллиона человек остановились. Шесть маленьких округов национальных убрали, все остановилось. Второе. Малый бизнес не раскрепощен. Нужны налоговые каникулы, офисы бесплатно. На два года дать им возможность подняться. Не душить, не проверять. Ну, запрет только один ограничение. Производство лекарств, алкоголь, табак, наркотики, оружие. Все остальное делайте, как хотите. Все. И внешняя политика. Мы получили язву Украина. А могли бы иметь всю Украину, и было бы все хорошо. Вот три самых главных упущения, которые не позволяют наполнять бюджет быстрее доходами не от нефти и газа, а от производства. Это же рабочие места. Наши люди все сделают. Но не мешайте. Вот теперь лозунг. Не мешайте работать. Отличный лозунг. Про ядерные бомбы, о которых говорил Навальный. Кто хуже, кто более непредсказуемый? Трамп или Ким Чен Ын? Оба. И что делать? А что делать с этим? Вот Россия бы сделала. Если я был президент, то я бы убрал режим политический в Северной Корее без ядерной войны. Это как это? Это нельзя говорить на весь мир. Как это? Ну, расскажите. Ладно. Что вам стоит? Вы все равно под санкциями. Ну, не. Ну, хорошо. Обижать людей зачем? Понимаете? Это же северокорейцы обидятся. Да и южнокорейцы. Вот, слушай. Цель какая была бы? Я бы их заставил объединиться в одно государство. Северную и южную? Северную и южную. Предупредить, что иначе вы окажетесь вот под дулом у Трампа. Нет, слушай. Ну, это фантазия? Переговоры. Это элементарно. Переговоры. Сказать. Вот если вы убираете границу, 38-я параллель. И Ким Чен Ын остается в своем дворце, а президент Южной Кореи у себя остается. Губернатор. Да. И через год проведите свободные выборы. Сделайте смешанную администрацию. И северная Корея. А Ким Чен Ын у выгоды какая от этого? Он остается жив, и народ будет жить все лучше и лучше на его глазах. Вы считаете, что его волнует жизнь простого народа? Ну, в принципе, конечно. Он же руководитель. Ему же стыдно будет, что у него люди голодают, бегут, не могут работать как следует. Ну, это же тяжело. Он же останивает Южная Корея, Северная. А вы говорите, он жив останется в этом случае. А сейчас есть риск того, что... А сейчас вполне возможно, что будет какой-нибудь вариант, как вот в Афганистане делали, в Пакистане и так далее. Вообще... В США в войска ведут? Вы поймите, по Саддаму Хусейну, как они били? Ракетами они вычисляют, где он находится. С космоса будет видно, куда он поехал ночевать. Вот в эту резиденцию. По ней ударят ночью из ракеты, и там ничего не останется. Вот и все. Сегодня это легко сделать. Какое будет насаждение демократии, видимо? Насаждение демократии будет по американскому образцу. Не надо американцев туда. Их ненавидят и Южная, и Северная Япония. Вот мы бы, русские, это сделали лучше. Потому что мы им помогали в Северной Корее. Его дедушка наш воспитанник. Ким Ир Сен, его дедушка, там мы его воспитали. И Ким Чан-Ир приезжал. Мы бы сделали дипломатическим. Сделали бы мягко. Путем уговоров и показать, что вот иначе будет Трамп заниматься вами. Вот выбирайте. Спокойная, нормальная жизнь. Это все так, как кнут и пряник, да? Мы пряник, а Трамп кнут. Он пойдет на пряник. Хорошо. Мы сразу скажем, открывай границу с нами. И сколько рабочих хотят, мы их всех примем. Пусть работают. И давайте срочно строим дорогу транскорейскую. И грузы будут идти через Транссиб, через Корею. Вы будете все зарабатывать. Вы, Северная Корея, будете получать все деньги от этой дороги, от прохождения грузов, чтобы понять, что у них выгодно будет. Все быстро это сделаем. И все эти ракеты убрать, утилизировать, и спокойно будет жить объединенный 60-миллионный корейский народ. Отлично. 24 на севере, 40 там. Коротко, пожалуйста, вы с Матильдой, вы с Поклонской или с учителем в конфликте в этой ситуации? Вы на чьей стороне? На позиции ЛДПР не вмешивайтесь в культуру. Спорт, искусство. От всех отстаньте. Снимать можно про что угодно. Ведь, понимаете, если бы фильм просто был бы снят и показан, абсолютно большинство бы даже не знали. Даже бы не знали. А когда мы такую бучу подняли, все пойдут смотреть. Все. Каждый день на всех каналах обсуждаются. Какие там сцены, что к чему. Это как надпись на фильмах «Дети до 16 лет». Дети обязательно идут смотреть, раз им запрещают это делать. Поэтому нельзя вмешиваться. Тем самым мы как раз и провоцируем, что и другие будут увеличивать вот такие фильмы. Когда увидят, какой будет сбор. Михалков сделал прекрасный фильм «Сибирский цирюльник». Недобор сборов. Он на бюджетные деньги сделал. Не идут люди. Там все тихо, спокойно. Там нет этих сцен. Там нет каких-то вещей, которые вызывают особый интерес. Вот все. А здесь такую рекламу сделали. Сейчас учитель соберет огромные деньги. А зачем это делать? То есть то, что она хотела, чтобы не вышел, это невозможно. А чтобы не смотрели, она наоборот сделала. Что будут смотреть. Ну вот она, вот такой вариант. Ну что делать? Тоже очень коротко. Вам как кажется? Она такой вот прикидывается или на самом деле может быть? Я никак с ней не сталкивался. Ну это может быть такой вот вариант. Вот проработали. А мы другим уж никого не знаем. Мы сидим в затылок. И фракция, каждая в своем гнезде. И в комитеты, я с ней не в том комитете, где она. Мы никак не общаемся. В коридоре с ними тоже особенно не вижу. Владимир Вольфович, полторы минуты время у нас уже поджимает. 900 дней со дня убийства Бориса Немцова. Сегодня не хватает вам его? Конечно, нам не выгодно, чтобы кого-то убивали, кого-то убирали с политического поля. Но почему Борис погиб? Вот в день его гибели я случайно включил эфир. Он так говорил, что я понимал, что что-то случится. Не в ту ночь, но когда-нибудь. Но он так, ну слишком он жестко критиковал Кремль и лично президента страны. Ну нельзя так. Нельзя. Ты вызываешь к себе у других ненависть. И у них можешь проснуться жажда отомстить. Тебе, потому что ты нападаешь на того, кого они там очень уважают, любят и так далее. Вы послушайте еще раз его последнее интервью. В этот же день у вас было 22 часов. Пошел на встречу с девушкой. И в 22.30 там что такое? Его убивают. Сколько раз он выступал? Вот он был на дебатах. Он жестко нападает на Путина каждый раз. Каждый раз. Это же все слышат. И нашлись те, кто решили, что он как бы вводит смуту в обществе. И нападает на того, кто кому-то близок, дорог и так далее. Кто заказал Немцова? Я не знаю, кто заказал. Я никак с этим не связан. Я его не был другом. И не был связан ни с кем, кто мог бы как-то... Даже близко я не слышал разговоров от кого-то. Как-то. Я сам слышал его интервью последнее. Акадыровские могли? Ну, кто угодно может быть. Как можем тут знать? Это же мы... Я же... В расследовании вас... И приговор вас устроили? Ну, в любом случае, исполнители, наверное, были. Именно они. Ну, какая разница теперь? Организатор. Ну, какая разница? Ну, понимаете, что это толку нет. Будут наказаны исполнители. И заказчик кто-то на себя возьмет эту... Так сказать. Все равно возьмет. Понимаете, самый главный организатор практически невозможный. Вот Рохлина убили. Где? Где организаторы? Где? Где? Кто исполнитель? Четыре трупа в Канаде рядом. Кто убили его? А кто заказывал? Кто такие? Почему их убили? Поэтому политические убийства все остаются без окончательного расследования. Время наше вышло. Спасибо огромное. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Всех ждем во вторник 22-го.